Сегодня картофель это второй хлеб, без которого мы не представляем свой рацион. Путь же его к нашим столам был тернист. В Европу картофель завезли из Южной Америки во второй половине 16 века, как декоративное растение, причем ядовитое. Французский агроном Пармонтье доказал, что овощ обладает питательными и вкусовыми качествами. С тех пор началось проникновение картофеля сначала в провинции Франции, а затем и в другие страны. В Россию клубни привез Петр I. Изначально овощ считался экзотическим и подавался лишь в аристократических домах. Государственные меры по распространению картофеля были приняты при Екатерине II. С тех пор картошка шагает по России. В современном мире насчитывают более 4000 видов картофеля. В России выращивают порядка полутысячи. У каждого сорта свои характеристики. Один для жарки, другой для варки. Также картофель отличается по цвету. Белый, желтоватый, даже фиолетовый. В общем, целая картофельная наука. Постигать ее мы отправились в одно из крупнейших хозяйств области – Богородицкий альянс. В год здесь выращивают порядка 80 тысяч тонн картофеля. Четверть от этого количества – высококачественные элитные семена. Продукцию Богородицкого альянса знает вся Россия. Предприятие образовано на базе двух хозяйств. Одно называлось совхоз «Восход», второе называлось СПК имени Ленина. Тяжелые времена подтолкнули на то, чтобы создать свое хозяйство, которое уже шагало бы в ногу со временем, работало по-другому. Богородицкий альянс образовался в феврале 2008 года. Мы входим в холдинг «Малина», который является одним из крупных холдингов по производству овощей. Хозяйство на данный момент входит в пятерку самых крупных хозяйств по объему выращивания картофеля в России и самые крупные в России по выращиванию семян картофеля. Конечно, в хозяйстве выращивают еще зерновые и масочные культуры, но картофель доминирует. Сегодня он для Богородицкого альянса без ложной скромности – первый хлеб. У нас два направления семенного картофеля. Это продовольственный картофель для столовых целей, больше 16 сортов. И второе направление – это семена чипсового картофеля для производства чипсов. Мы работаем вплотную с пепсико, это чипсо лейс. Для них мы выращиваем семена. Ну, самые ходовые сорта – это у нас редскарлетт для варки, гала – это варка-жарка, вега для жарки. Сорт инноватор для франч-фрайс, для макдональдсов, чтобы был крупный и длинный соломкой. Для чипсовых сортов у нас в основном леди-клэр, ВР-808. Ну, картофель в основном едим тот, который выращиваем на этих полях. Потому что мы подбираем такую линейку сортов, чтобы по вкусовым качествам она была наиболее оптимальна. То есть невкусных сортов мы не выращиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Картофель закупаем за границей и являемся, скажем, размножителями сортов. То есть есть контракты с разными предприятиями. И, значит, у себя на полях выращиваем картофель, из которого дальше уже идет на реализацию по всей России. На сегодняшний день в хозяйстве самая передовая техника, которой мы можем похвастаться не только, что она самая передовая в России, но есть, скажем, та техника, которую даже в единице можно увидеть в Европе. За примерами далеко ходить не надо. Этот бельгийский комбайн единственный в России. Увидеть его можно только на полях Богородицкого альянса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это картофельный комбайн, четырехрядный, де вульф квадро. Что он делает? Копает картошку. В России единственный этот комбайн. В нем 12 видеокамер. Отслеживает весь процесс от начала и до конца. Смотреть чистоту, чтобы картошка шла чистая, чтобы металл всякий там не попадал в бункер. Скорость регулировки транспортеров, то есть что позволяет бережнее относиться к картофелю, не так бьется. Соответственно, хранится лучше. Кабина классовская, климат-контроль, мультимедиа, все дела. Когда картофель приехал в поле, он поступает либо в хранилище, либо в цех переборки. Вот, в цех переборки, конечно, его привозят. Сгружают на приемной пункте, где он калибруется на две фракции. Фракция семенная и фракция товарная. Товарная мы делаем фракцию от 5 сантиметров и выше картофеля. Далее картофель идет по линии. Он тщательно отбирается, заходит тщательный отбор. Значит, от земли и от некондиционного картофеля. Вот так, скрызанный, кусанный, какой-то может быть резанный. Вот, и потом поступает на сеткозашивочную машину. Сеткозашивку может продавать до 28 сеток в минуту. В хозяйстве 18 картофель-хранилищ. Четыре из них контейнерные, остальные – набальное хранение. В Богородицком альянсе на зиму закладывают 45 тысяч тонн картофеля. Новейшая система вентиляции и увлажнения позволяет сохранять клубни без потерь до нового урожая. Агрономы отслеживают все процессы в онлайн-режиме. Хранение картофеля в Богородицком альянсе – это целая наука. То есть лучшие люди занимаются хранением картофеля. Картофель после закладки проходит стадию лечения. Потом мы стараемся его охладить до температуры 3 градуса. То есть когда картофель уснет, и будет спокойно ждать, когда его потревожат. То есть для проведения предпродажной подготовки. Перед продажей картофеля мы прогреваем до температуры 8-10 градусов. Это чтобы достичь наименьшего биения картофеля и наименьших механических повреждений. 2018 год для картофеля выдался не самым удачным. Осадков было мало. Но хозяйством, специализирующимся на этом овощи и знающим секреты выращивания, в том числе использующих полив, трудности даже на руку. Цена на сегодняшний момент гораздо выше, нежели мы начинали торговать в прошлом году. И надеемся, что неурожайный год будет нам только сельхозпроизводителям только на пользу. Будем ждать высокой цены на реализацию картофеля. Цена нашей продукции складывается от объемов, от качества. На сегодняшний момент мы торгуем по 10 рублей. Семенную картофель мы реализуем на большей части Российской Федерации. 70% рынка столового картофеля – это семена Богородицкого альянса. Богородицкий альянс уже более 10 лет успешно занимается семеноводством элитного картофеля, ежегодно обеспечивая семенами хозяйство не только Тульской области, но и всей России. Естественно, этот успех был бы невозможен без работающих в альянсе людей. Трудится на сегодняшний момент 140 человек, среднесписочная численность работающих. В хозяйстве зарплата, ну, два года назад она была самой высокой, 38 тысяч среднемесячной. Сейчас она увеличилась еще почти на 11 тысяч, то есть и составляет почти 50 тысяч рублей в среднем по хозяйству среднемесячная зарплата. У нас есть система поощрения сотрудников. Специалисты проходят стажировки за границей. По итогам работы предоставляем отпуска, значит, заграничные. Проблемы с кадрами большие. У нас существует и программа для того, чтобы, для привлечения молодых специалистов на село. Но с неохотой, значит, едут молодые специалисты на село. То есть это, ну, как бы хромает еще социальная сфера. Хотя и хорошие зарплаты, хорошие условия. Останавливаться на достигнутых сельхозпредприятий не собираются. Впереди амбициозные планы. В ближайшие пару лет воплощение в жизнь инвестиционного соглашения, включающего в себя строительство элеватора на 30 тысяч тонн, ремонтные базы, картофелехранилища на 6 тысяч тонн и обновление парка техники. По статистике, каждый россияне съедает чуть больше 100 килограммов картофеля в год. Мы являемся одним из мировых лидеров по потреблению второго хлеба на душу населения. И тем более странно, что когда-то наши предки обходились без этого овоща. Сегодня представить наше меню без картофеля невозможно. Какие бы яства ни были на столе, картофель будто жареный, вареный, в виде пюре или драников – это наша классика. Национальное блюдо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова